Приветствую всех моих зрителей и подписчиков! Сегодня я лечу с большим чемоданом на Сахалин. В этом видео будет перелет и все, что лично увижу и попробую на этом дальневосточном природно-гастрономическом курорте за несколько выходных дней майских праздников. Прямой рейс на сегодня из Москвы только у авиакомпании «Россия», а вот летом будет еще до двух ежедневных у аэрофлота. Тип самолета на рейсе в Южно-Сахалинск – огромный Boeing 777-300ER. Вылет в 17.05, сейчас в полчетвертого, у меня есть полтора часа без спешки сдать багаж и пройтись, посмотреть, что новое в терминале. Уже вижу, что достроили терминал Аэроэкспресса. Здание станции уже достроено и, судя по новостям, до конца мая-в начале июня ее планируют запустить. Выход будет сразу в переход, который ведет в зону регистрации. Налево – Б, направо – международные рейсы терминала С. В прошлом году, когда летал в Сочи, уже в Б я выяснил, что Россия вылетает из терминала Д. Пошел проверять, как в этот раз, хотя на день моего вылета в Шереметьево на внутренних рейсах работал только терминал Б для всех авиакомпаний. И здесь я удивился. К стойкам регистрации было очень много пассажиров. Чувствовалось напряжение. Мимо очередей ходили представители и выкрикивали ближайшие к вылету рейсы. Давно я такого не видел. Спросил у сотрудников, а что происходит? Мне ответили – ну, праздники же. И праздники даже были на стойках Skypriority и бизнес-классах. Мои полтора часа до вылета превратились в полчасовое ожидание в очереди. Я не мог пропустить эту часть, потому что я же лечу с большим чемоданом, который нужно сдать. Вес оказался 12 кг. Сотрудник регистрации наклеил дополнительный желтый стикер, который означает приоритетную обработку и выдачу багажа. Ну что ж, посмотрим, что будет в конце полета. Багаж сдан. Нужно идти на предполетный контроль, на который тоже стояли очереди во всех линиях. И специально выделены для пассажиров бизнес-класса, и обычных для экономического. За проверкой паспортов работали, кажется, все контроли, и внутри очередь двигалась очень быстро. Но в этот раз досконально проверяли всех пассажиров. Просили даже включать всю имеющуюся вручную кладь технику. Когда я вышел из зоны магазинов, у меня оставалось минут 5 до начала посадки. Меня встретил привычный ряд в стиле дьюти-фри. Справа косметика и парфюмерия, слева одежда. Как и всегда, цены процентов на 30 выше городских. О, началась моя любимая штука. Только что информатор объявил, что посадка на мой рейс началась, и сразу же следом объявил, что она уже заканчивается. За магазинами появляются первые места для перекусить. Есть шоколадница и фарш с бургерами. Прохожу мимо бизнес-зала Рублев. Решил все-таки зайти, взять газету и снять коллекцию моделей самолетов Аэрофлота, как в бизнес-зале аэропорта в Буэнос-Айресе. На этих моделях еще указаны старые регистрации. Интересно, их будут менять? На перроне терминала С стоял Боинг-777 катарцев, которые с конца прошлого года перешли из Домодедова. Громкий смех сразу же обращает внимание на детскую зону. Не знаю, это что-то новое или она и раньше была, но сейчас зона стала заметной. В зоне ожидания посадки хороший выбор различных мест на перекусить или выпить. И особенно отмечу, что на разную аудиторию. Привлек полностью белый борт, который оказался Боингом-777 авиакомпанией Северный ветер. В этот день гоняло много электрокаров с табличкой VIP. Некоторые ездили почтительно медленно, некоторые, особенно с пассажирами, позволяли себе даже сигналить, чтобы раступились. Какие-то у меня неприятные чувства эти машинки вызвали, особенно когда не такой широкий проход и небольшое количество людей, а везут они далеко не инвалидов, а посетителей VIP-зала. Кстати, я даже не знаю, где он находится. Ближе к дальним выходам на посадку есть крошка-картошка с не самыми высокими ценами. Аптека дешевле внуковской, но все равно минимум в два раза дороже, чем в городе. И небольшой капсульный отель. Даже не отель, а закрытые кровати, через которые все равно слышны все объявления. Цены не успел посмотреть, потому что спешил на посадку. На стойке просили показать посадочный талон и паспорт. Самолет стоит у телетрапа. Внутри пассажиры фотографировали самолет и разносторонне сообщали в социальные сети о своем будущем полете. На коленях и с пивом. Это искусство или перформанс? Лечу на огромном Боинге 777-300ЕР. Бортовой 73-276. 2006 года выпуска носит имя города Ульяновск. 12 лет пролетал в авиакомпании Emirates и с 2018 года летает в авиакомпании Россия. Компоновка. 21 место бизнес-класса и аж 436 кресел экономического. Как селедки в бочке. Очередь на вход в самолет начиналась еще до рукава. Самое странное было то, что она не двигалась. Как пробка в пятницу перед Новым Годом в центре города. Двигатель GE90 этого огромного 777-300ЕР в диаметре практически равен фюзеляжу Боинга 737. Представляете размеры? Очередь продвигалась медленно, что очень раздражало всех стоящих. Потом как-то резко все пошли. Причиной очереди все-таки были медленные пассажиры, которые занимались снятием одежды, размещением багажа и рассадкой самих себя в очень спокойном формате. Не пропуская тех, кто сидел на следующих рядах. Классика. Бортпроводники мило приветствовали входящих, просили предъявить посадочные и показывали самый быстрый проход креслу. Внутри компоновка в экономии. Три проход, четыре проход, три кресла. Плотненько, ничего не сказать. Когда я вошел в салон, на мой взгляд, большинство уже сидели на своих местах. Загрузка самолетов была полной. Все улетали на долгие майские праздники. На багажных полках уже не было свободных мест, я еле втиснул в свою куртку, а уже рюкзак решил оставить у себя в ногах. Шаг кресел хороший, худой человек может даже закинуть ногу на ногу. О, а что это у нас? Индивидуальный обдув для каждого пассажира. Роскошная опция на трех семерках. Давно не встречал. В аэрофлоте его нет. В кармашке кресла лежал каталог SkyBistro, в котором был приличный выбор закусок и напитков для тех, кому страшно летать на самолетах. Большая инструкция по безопасности с подробным описанием действий при любом варианте, если пойдет что-то не так. И журнал SkyShop. Капитан объявил, что мы ждем стыковочных пассажиров, и через несколько минут появилась какая-то большая спортивная команда. Каждое кресло в самолете оборудовано индивидуальным монитором с возможностью управления как через пульт, так и сенсорно. Я проверил, есть ли там USB-порт, но нет, его нет. Зато есть универсальная розетка с разным напряжением. Пульт управления системой выглядит в 2022 году как из музея. Фактически его функциональность две кнопки – включить освещение и вызвать бортпроводника. Судя по состоянию, скоро ему придет конец. Еще есть такие удобные держатели под стаканы. Откуда такая щедрость у народной авиакомпании, я расскажу попозже. За окном была обычная перронная жизнь. Буксировали А321-й аэрофлота, который улетал рейсом в Санкт-Петербург. Я заметил, что номер кресла еще продублирован на каждом подлокотнике. На этом рейсе я сел в начале салона, чтобы получить такой вид на этого монстра с безумной взлетной тягой. На перроне мимо порулил А320 рейсом в Минеральные воды. Ссылка на мой полет из этого города здесь. А за ним – Боинг 737 «Северного ветра», прилетевший из Махачкалы. Экран системы что-то начал показывать. Явно вид из внешних камер. Но куда она была настроена, было непонятно. Вторая камера не работала. Сенсор нажимался с десятого раза. Приветствия пассажиров команда начала с собственного знакомства. Когда говорили имя, этот человек поднимал руку и улыбался. Командир тоже вышел на связь, но говорил так тихо и неразборчиво, что я услышал только время полета. 7 часов и 40 минут. И что мы постараемся прилететь по расписанию и нагнать время, которое мы потеряли из-за ожидания транзитников. Запуск этого монстра – просто какой-то магический процесс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На другой стороне поля стояли А-350 Аэрофлота, которые сейчас летают очень редко. Ой, меня этот аэрофлотовский Боинг Хабаровский испугал. Вернемся к А-350. Они практически не летают и не совсем понятно, будут ли в ближайшее время. На рулежках запаркован ряд грузовых Боингов авиакомпании Airbridge Cargo, которые раньше выполняли много рейсов между Азией и Европой. Вот такой красавец без носа. Посмотрел по флайт-радару, он не летает с середины февраля. Интересно, у него просто сломался обтекатель? Мы еще не взлетели, а многие пассажиры уже заснули. Я им иногда завидую и считаю это какой-то суперспособностью. Я сначала подумал, что эта птичка так странно летает, а это оказался отпугиватель. Такие простые методы, наверное, самые эффективные. Хотя самолет и большой, и тяжелый, но рулит он легко и быстро. Насколько я знаю, сейчас в Шереметьево работает две полосы из трех, самая дальняя не используется. Такая конфигурация введена, конечно же, из-за сокращения рейсов из аэропорта, преимущественно международных. Сначала подъехали к полосе 24-я центральная, но не останавливаясь, ее пересекли и порулили к 24-й левой. Справа виден аэрофлотовский 737, который полетел в Иркутск, а в конце, пересекаемые полосы, самолет, прилетевший из Сочи. Скорее всего, аэрофлот в Иркутск будет взлетать перед нами, но ему достаточно использовать не всю длину полосы в Шереметьево. Это безопасно, и, если позволяет конфигурация, пилоты этим пользуются. Мы одновременно с ним занимаем позицию, но диспетчер дает сначала разрешение на взлет аэрофлоту, а потом уже нам. Для нас же в распоряжении будет вся длина полосы – 3700 метров. На центральную полосу сел суперджет Северстали, который прилетел из города Апатиты. Мы поставили минут 5 и начали взлет. Северстали уms. Д하고 6 Градель, Субтитры делал DimaTorzok Через несколько минут после взлета сделали правый разворот и полетели в сторону Ярославля. Во время взлета была небольшая облачность, поэтому какое-то время чувствовалась небольшая турбулентность. Расстояние между Москвой и Южно-Сахалинском целых 6600 километров. Забыл сказать, что перед взлетом слышал диалог бортпроводников. Они говорили о том, что мы не прикасаемся к ручной клади пассажиров и не поднимаем ее на полку. Это должен сделать сам пассажир, а наша задача найти ему свободное место. А одна из бортпроводниц улыбалась так сильно, что когда кто-то ей сказал, что у нее отличное настроение, ответила, что это ее первый полет после долгого отпуска и она очень рада всех видеть. Отличное начало, я считаю. В салоне погасло табло застегнуть ремни. По классике, большое количество пассажиров встало со своих мест и направилось в сторону туалета. Экипаж раздавали по желанию пледы и подушки и с пледами даже проходили по салону второй раз. Потом раздали наушники для системы развлечения. Неплохие такие, хорошо передавали звук и рассказали про то, как пользоваться медиа-системой через Wi-Fi со своих устройств. Я полез посмотреть, что есть на экране. Стандартная карта полета, но она как-то кривая и не информативно показывала скорость полета и время до посадки. В других разделах был какой-то полунаучный контент и несколько документальных фильмов. Все хорошо, но сенсорный экран работал очень плохо. Приходилось несколько раз сильно тыкать в него и периодически нажимать не то, что нужно. Фильмы находились во вкладке «Путешествия». Вот это вот не сразу очевидно. Для самых маленьких пассажиров раздавали вот такие наборы. Милый рюкзачок, но ей кажется какая-то игрушка, фломастеры и раскраска. Все дети вокруг начали радостно изучать. Попросил для себя, сказали строго нет, я не выгляжу до 12. Сложно объяснить, но в самолете было как-то просторно. Наверное, в связи с отсутствием перегородок между салонами. Рейс был не поздний, поэтому большинство пассажиров бодрствовали. Заметил, что у одного из пассажиров был открыт планшет с настоящей навигационной картой нашего полета. Возможно, это был сотрудник авиакомпании. Во втором салоне пассажиры активно что-то искали. И здесь я хочу попросить вас обратить внимание на кресло у России, на степень их наклона и на удобную анатомическую форму. Каждое кресло имеет комфортно регулируемый подголовник. В первых рядах мониторы системы развлечения спрятаны в подлокотник и достаются на специальной штанге. У этого есть минус – нельзя развлечься. На втором часу полета один из девяти туалетов для экономического класса уже успели сломать. Пока ждал своего очереди, обратил внимание на маленькие кнопочки у места бортпроводника. Они, судя по надписям, относятся к процессу эвакуации пассажиров. Отключение сирены, команды на эвакуацию, а также две кнопки, которые управляют освещением. Система Wi-Fi развлечений в России просто роскошная. Но чтобы подключиться, нужно сначала ввести свое имя, фамилию и место. Внутри целое веб-приложение с кучей функций. Меня сразу же привлекла часть «Ваш экипаж», где показывают пилотов и бортпроводников. Не у всех были фотографии, и у меня есть маленький вопросик к фуражке второго пилота. В авиакомпаниях растречаю такое впервые, и на мой взгляд, это потрясающая идея. Простите за странные слова, но уровень моей симпатии к авиакомпании экипажу сильно повысился, потому что я вижу не бездушное название, а настоящие имена и фотографии. В приложении также хороший набор отечественных и зарубежных фильмов, детские каналы, а также много документалки. Еще есть музыка и несколько аудиокниг. Еще хорошо, что не нужно ничего скачивать, это все доступно через браузер любого смартфона. На этом рейсе будет два рациона обслуживания. Начали с просладительных напитков. Соки, вода, с газом или без. Без проблем наливали по два стакана, если кто-то просил. Я начал с обычной воды. Хочу обратить ваше внимание на небольшую интересную деталь. Некоторые иллюминаторы имеют желтое обрамление по дереву. Ответ очень простой. Раньше этот самолет летал в авиакомпании Emirates, где именно в этой зоне был бизнес-класс, а значит пассажиры должны были чувствовать роскошь и смотреть через более красивые иллюминаторы. Остался стол. Здесь во времена Emirates был бар и дополнительное освещение зон. Когда самолет начал летать у нас, авиакомпания скорее всего решила не менять эти детали интерьера. Экономический класс начинается с небольшой уютной зоны всего на три ряда сразу после бизнес-класса. У них тоже такие иллюминаторы. Но и это еще не все. Пассажиру бизнес-класса требуется кнопка, чтобы управлять шторкой, которая имеет еще и два режима. Вот такая неожиданная особенность. Выбирайте первые шесть рядов, если тоже хотите прикоснуться к былой роскоши. Ну или как обычно, пользоваться ручным трудом в одном режиме. Недавно прочитал, что такие ящики в самолете называются «догхаусы» или, если перевести напрямую, «собачьи будки». Такое название пошло из прошлого, когда в таком формате размещали клетки для собак. Между салонами стоит пульт управления. Я видел, что экипаж через него регулировал температуру в салоне и освещение. Рейс в Южно-Сахалинск – это рейс с запада на восток, а значит, мы летим навстречу ночи. Стемнело уже на третий час полета. Экипаж начал предлагать горячее питание. Заказывал специальное вегетарианское. Мне принесли первым. Понравилось, что мое имя и отчество красиво написали от руки. Стандартное питание предлагали рис с курицей или тефтели с овощным пюре. В моем спецнаборе все на вид лучше, чем на вкус. Не скрою, питание не самое лучшее, что видел в экономе. Гарнира было мало, овощи были самые дешевые заморозки. Не умереть с голоду хватит, но не больше. В самом конце предлагали горячие напитки – чай или кофе. За чай с лимоном отдельное спасибо. Сейчас, кажется, лимон остался только в Аэрофлоте и России. В туалете было все совершенно стандартно. Только мыло, без лосьона или влажных салфеток. Как только завершили обслуживание и погасили свет, начали проявляться еще одни артефакты былой роскоши этого борта – потолок со звездным небом. По задумке, пассажир лучше переносит полет, когда наслаждается звездами. Они еще классно мерцают. Зона бара, можно сказать, святое намоленное место. Как и во времена прежней жизни этого борта, так и сейчас здесь проходит притяжение всех, кто хочет выпить и поговорить. Не хватает только барных стульев и настольных игр. Я пошел в самый конец самолета. И как-то раньше я не обращал внимания, насколько 777-300 ER длинный. Практически 74 метра от начала и до конца. Идешь, идешь через него, а он не заканчивается. А потом еще вспоминаешь про 436 пассажиров. Кстати, во времена Эмирейтс у этого борта было на 110 пассажиров меньше. Бросилось в глаза, что у многих пассажиров на бортовой системе развлечения была включена карта полета. На первых рядах эконома были люльки для пассажиров с грудными детьми. В иллюминаторе показались горы, примыкающие к Норскому заповеднику. И где-то там, вдалеке было не рассмотреть космодром Восточный. Несколько слов про цену моего билета. У группы компаний Аэрофлот на рейсах из Москвы в Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск, Анадырь, Петропавловск, Камчатский и Владивосток установлены единый плоский тариф. Когда бы вы не покупали билет, цена в экономическом классе будет одна и та же. Для рейсов, которые выполняет авиакомпания Россия, чуть дешевле. Для рейсов, которые выполняет Аэрофлот, чуть дороже. На каждого пассажира уже входит багаж. В этой схеме есть один минус. Билетов может не быть в продаже. Мой билет туда-обратно стоил 23 800 рублей. Между кресел увидел вот такие штырьки, похожие на крючки для одежды. Но это не они, потому что крючки в кресле находятся рядом. Что это? Сахалин? Это же остров! Границу материка и Татарского пролива мы пересекли над Бочинским государственным заповедником в районе поселков Красевичи и Нельма. Спустя 10 минут мы пересекли уже границу острова Сахалин, севернее города Невельск. Его видно вдалеке. Город известен тем, что он является самым близким городом России к Японии. Всего 124 километра. И у него очень интересный флаг. Означает якорь, потому что город рыбаков. Сивучка, символ мощи. Кстати, их можно увидеть прямо на городской набережной. И лосось из-за связи города с промыслом. И над бухтой лососей начали выпускать механизацию крыла. Чувствуете, да? Много рыбных названий. Сделали долгий левый поворот и справа открылся вид на город Корсаков. Второй по населению на острове. Его еще называют южными воротами Сахалина. Я планирую в него заехать во время моей поездки. Видны причалы морского порта. И с этого момента, сразу по прямой, мы пошли на посадку в аэропорту Хамутова города Южно-Сахалинска. В конце полосы сделали разворот на 180 градусов для руления к терминалу. Аэропорт к 2025 году планирует построить еще одну взлетно-посадочную полосу с тремя рулежными дорожками в 300 метрах западнее текущей. Во встречном направлении на полосе уже стоял малыш авиакомпании «Тайга», который полетел региональным рейсом в город Александровск-Сахалинский. Интересно, какой у него взлет. Плоско-вертикальный какой-то. Аэропорт в это время не загруженный, поэтому руление на стоянку было очень быстрым. Рядом стоял еще один представитель дальневосточной авиации «Дэш-8400» авиакомпании «Аврора», прилетевший накануне из Южно-Курильска. Вот как только самолет остановился, вскочил весь салон и начал готовиться к выходу. Бортпроводники на это уже никак не реагировали. При посадке сказали, что в районе аэропорта около 10 градусов тепла и солнечно. Это были хорошие новости, потому что у меня всегда Сахалин почему-то ассоциируется с холодом и снегом. Пассажиров доставляют на автобусе. Раньше стоянки были сразу напротив терминала. Я помню один случай, когда от самолета можно было дойти в здание пешком. Вот он, огромный красавец. Кстати, сотрудникам службы безопасности совершенно не интересовало то, что кто-то снимает на видео или фотографирует самолет. Правильный аэропорт. Как вы не приезжаете, пожалуйста, поспорта? Русский. Здравствуйте. Могу сразу подказать. Сложилось впечатление, что они просили показать паспорт, потому что искали пассажиров иностранных государств. Это маленькое здание исключительно служит как место выдачи багажа. Все отлично, кроме того, что лента ехала очень медленно. За стеклом встречающий и островок, где можно узнать все про туристические возможности Сахалина. На выходе в город самые соскучившиеся встречающие ловят любую возможность в открытой двери, чтобы посмотреть происходящее внутри. Путь ведет на привокзальную площадь, около которой остановка нескольких маршрутов общественного транспорта. Как только я вышел, сразу же подошел автобус номер 8 до ЖД вокзала. То, что мне нужно. До ЖД вокзала. По Ленина до ЖД вокзала. Да, до ЖД вокзала. Сейчас и все. Стоимость проезда всего 25 рублей. Заплатить можно как наличными, так и картой. Я не был точно уверен, какой автобус мне подойдет, но знаю, что в любом городе ЖД вокзал – первый ориентир центра. В автобусе мне попался даже строгий контролер, который проверила, окупил ли я билет на багаж. Она мне и подсказала, на какой остановке выходить. В моей голове сейчас 2 часа ночи, в Южно-Сахалинске 10 утра. Очень хочу спать, иду в отель. Очень устал. В городе нет сетевых отелей, и к этому выбору нужно подходить ответственно. В каждом есть свои плюсы и минусы. Я выбрал отель «Рубин». Находится в центре на улице Чехова, недорого и с завтраком. На майские даты цена была около 5500 рублей за ночь. Первое, что я сделал – закрыл шторы и отрубился. Следующий день – раннее утро в пригороде города Корсаков у терминала сжижения газа энергетического проекта «Сахалин-2». Под загрузкой стоит газовоз «Об Ривер», который готовится доставить газ в японский порт. На рейде вдалеке было еще 2 корабля в ожидании своей очереди. Асфальтированная дорога заканчивается через несколько километров после завода, и еще около часа занимает поездка по грунтовой дороге в село Новиково, где ждут надувные лодки с минимально оборудованным комфортом. Всех одевают в спасательные жилеты, а потом начинается приключение навстречу ветру, постоянно смотря на горизонт в надежде увидеть признаки косаток, китов или дельфинов. Лодка едет быстро, проплывая мимо потрясающих водопадов и изумрудных бухт. Спустя час уже видна цель поездки. Величественный и заброшенный, таинственный и недоступный, технологический и нереальный маяк Анива. Сейчас его единственные обитатели – это чайки. Он открыт для посещения и никак не поддерживается и не охраняется. С приближением было очевидно, что чайки не были рады нашему приезду. Выйти из лодки на скалы очень сложно. Я спросил, почему вы не сделаете какой-нибудь маленький пирс? Мне ответили, что сложно. Маяк построить на скале смогли, а пирс для лодок нет. Чтобы забраться в основное здание, нужно иметь хоть и небольшие, но навыки горных походов. Встречает надпись «Радиоактивно». Вот это неожиданно. Маяк был установлен японцами в 1939 году. Высота башни – 31 метр и 9 этажей. Радиус действия маяка составлял 28 километров. Оптическая поворотная система работала от механического маятника с кирей весом в 270 килограмм. Жилые комнаты были рассчитаны на проживание 12 человек персонала. Представляю, как здесь необычно было работать и ночевать. С 90-го года постоянных работников убрали. Он стал автономным и, можно сказать, атомным. Работал на радиоизотопном термоэлектрическом генераторе. В 2006 году все сняли, и маяк стал заброшенным. Вот, впрочем, и его текущее состояние внутри. Я читал, что его собираются отреставрировать, но пока никаких действий не ведется. На маяке Анива очень красиво, но специфический запах чаек. Перемещаюсь на следующее природное сокровище Сахалина – озеро Буссе, которое точно покажется чем-то нестандартным. Сначала нужно дождаться отлив, дойти пешком, пересесть на лодку, проплыть метров 30 участка с большой глубиной и оказаться на банке полной морских деликатесов. Они находятся прямо под вашими ногами, на расстоянии вытянутой руки. Первое, что я нашел – это морская звезда, но почему-то в ней было не 5, а 4 вершины. Какая-то неправильная морская звезда. Но если засунуть опять руку в воду, то можно сразу же достать устрицу. Они везде. Большие и маленькие растут в полной свободе и чистоте озера. Это вообще была моя самая первая устрица, решил уточнить, правильная ли она или нет. Скажите, это хорошее? Да, хорошее. Давайте, открою сразу его. Устрицы собираются в ведро, чтобы потом на берегу вся трусийская группа их съела в правильном антураже. После сытного обеда я взял свою личную авиацию, чтобы посмотреть, как выглядит озеро с высоты птичьего полета. Отлив еще больше усилился и появились целые устричные острова. Хотя они уже и никого не интересуют. Устрицы – это для туристов. Местные активно ловят трепанга, трубача, гребешка и так далее. Я не видел, чтобы они ели их сразу. Поэтому, скорее всего, ловят для личного потребления. Водоросли тоже используют. Из них делают агар-агару. Это заменитель желатина в кулинарии. Озеро является местом гнездования многих птиц. А также отдыха для перелетных. Если вы любите наблюдать за ними, обязательно место к посещению. С собой не забыть взять бинокль и сапоги. Территория серьезно охраняется. Запрещена любая хозяйственная деятельность. И туристы могут посещать не все зоны. За этим тщательно следят. Все сахалинские турфирмы устраивают гастротуры на буссе. И это будет вершиной счастья для любителей свежих моллюсков и морепродуктов. Я спросил у гида, какую самую большую утрицу он видел. Он ответил, что на глубине очень много экземпляров размером с детскую руку. Но они невкусные. Вы еще не устали? У меня уже следующий день и я в городе Хомске. Первой достопримечательностью города является китайский сухогруз, который несколько лет назад выбросило на мель. Все с ним фотографируются. Хомск – классический портовый город, которому чуть-чуть не хватает лоска, опрятности и хорошей набережной. Как я удачно попал. Отправляется в рейс паром с Сахалин-10, который обслуживает переправу в Ванино-Хомск. Расстояние до материка – 260 километров. Есть еще два грузопассажирских близнеца – паром из Сахалин-8 и Сахалин-9. Хорошая идея, кстати, долететь до Советской Гавани, а потом на пароме на Сахалин. Прочитал в интернете, что этот паром только что после ремонта. Ну, не знаю, выглядит как-то он не очень. Дорога к моей следующей точке лежит через прекрасное горное озеро, которое оказалось тайным водохранилищем. Так и называется – тайное. Железная дорога вдоль него делает это место каким-то особенным. Летом в нем можно купаться. От крайнего на дороге поселка нужно идти минут 20 по железнодорожному пути, оглядываясь вокруг и реагируя на каждый шорох, потому что здесь можно встретить медведей. И в конце появляется цель – инженерное сооружение чертов мост. На конечную остановку можно добраться на дизель-поезде в летнее время из Хомска. Ходит он два раза в день и стоит здесь всего минут 10. Вот покажу актуальное расписание. Сейчас железная дорога заканчивается прямо около въезда в туннель. Она уже переведена на нашу стандартную колею, на которую Сахалин перешел несколько лет назад. А раньше была японская – 1067 мм. Движение через мост и по участку от Хомска до Южно-Сахалинска было закрыто в далеком 1994 году после сильной метели и необходимости дорогостоящего ремонта. Лестница, которая ведет на мост, наплывно развалилась, и вторую половину пути нужно карабкаться по склону. И вот я на чертовом мосту! Как сказал гид, чертовым его назвали потому, что сначала пассажиры заезжали в туннель, потом сразу же выезжали на мост и из окон видели обрыв в 41 метр. И чертыхались. Чертов мост был построен в 1928 году японцами, как часть большой железной дороги из Таяхары в Майоку. Это японские названия городов Южно-Сахалинск и Хомск. Дорога проходила по горной местности и требовалось много уникальных инженерных идей, чтобы этот проект реализовать. Было построено 15 туннелей и 35 мостов. Сейчас туристы могут пройти по нескольким туннелям насквозь. Маршрут несложный, и, как сказал гид, единственное, что мешает – это лопухи, которые в теплое время вырастают размером выше человеческого роста. Раньше внутри было много строительного мусора, но волонтеры сейчас все почистили. Вернусь к сооружению. Туннели не просто пронизывают горы, они решают сложную техническую задачу. В распадке, над которым перекинут мост, дорогу нужно было повернуть влево, но прямо в лоб этого сделать было невозможно из-за сложного рельефа местности и перепада высот. Инженеры реализовали уникальную идею. Сначала дорогу завели в этот туннель, над которым сейчас проходит мост, а потом внутри сопки сделали пронизывающую петлю. Внутри туннеля спуск или подъем практически не ощущается. Кстати, его длина 870 метров, ширина 6 метров, а высота около 5,5 метров. Еще через несколько километров по этой дороге есть другой мост, он называется Ведьмин мост. Но он уже очень сильно разрушен и я на него не пошел. С одной стороны, хорошо, что хоть что-то еще осталось, с другой стороны, жаль, что все находится в таком состоянии. Старые рельсы остались только на мосту. В туннелях и на земле их уже растащили на металлолом. Если не начать что-то делать, уже через несколько лет станет еще хуже состоянием у железных конструкций. Мне очень понравился чертов мост и туннели. Особенно туннели. Заходишь, он начинает поворот, становится абсолютно темно. Фонарики на телефонах могут освещать только то, что происходит под ногами. Страшно жуть. Идешь и ждешь света в конце туннеля. Если вам интересны инженерные сооружения, это место обязательное к посещению. А если нет, тоже обязательное к посещению, потому что здесь просто потрясающая природа. Вернулся в Южно-Сахалинск. Про город я отдельно скажу несколько слов позже. Пока я пошел погулять по центру, посмотреть какие-нибудь интересные места. Главная площадь, конечно же, площадь Ленина. На ней стоит памятник Владимиру Ильичу, отлитый из бронзы архитектором Вучетичем. Девятиметровый Ленин, кстати, входит в десятку самых больших памятников вождю в России. За ним я увидел следующую популярную точку любого города. Железнодорожный вокзал. Пассажирское сообщение на Сахалине не такое разнообразное. И в этот день, а возможно и каждый день, было на табло всего 5 направлений. На стене висела хорошая понятная карта покрытия железными дорогами острова. Но я все-таки так и не понял, ходит ли прямой поезд Хомск или нет. На улице стоял один из новых дизель-поездов Орлан и вагоны фирменного поезда Сахалин, который ежедневно ходит в Новлике. На площади перед вокзалом я увидел памятник японскому паровозу серии Д-51. Я не понимаю, зачем такой прекрасный памятник закрывать таким ужасным забором. Что интересно, в интернете я нашел фотографию 2018 года, где забора еще нет. Справа от здания вокзала, по пути на рынок, я увидел целый железнодорожный музей, который в этот день уже не работал, но основные экспонаты стояли на улице и можно было их посмотреть. За 40 лет нахождения Японии на острове, они успели построить сотни километров путей, протянувшихся от Красакова до практически самого севера. Япония использовала свою узкую английско-южноафриканскую корею и весь подвижной состав был привезен на остров. После возвращения Сахалина под наш контроль, во времена СССР не стали менять полотно и закупали технику у Японии. Снегоочистители на Сахалине очень актуальны, потому что муссонный климат означает обильные осадки, но читая технические характеристики техники, построенные в 30-х годах прошлого века, поражаешься технологиям. В городе много встречалось секций старых домов, обтянутые деревом. Не понял, зачем это делают. Для утепления, может быть, вы знаете? На крышах много спутниковых антенн. Раньше, пока не было кабеля под мутатарского пролива, это был единственный способ связи. И смотря на них, видно еще одну достопримечательность. Впрочем, ее видно из любой части города. Это горнолыжный курорт «Горный воздух». Находится в черте города. Зимой можно кататься на лыжах, а летом на курорте можно просто гулять. В Южно-Сахалинске неожиданно развита театральная жизнь. Есть хороший драматический театр и театр кукол с представлениями для взрослых. А еще потрясающий краеведческий музей с экспонатами периода присутствия Японии на острове в идеально сохранившемся здании стиля Тайкан-Дзу-Кури. Несколько слов о самом городе. Меня поразила его чистота. Я не знаю, это было потому, что майские праздники или так всегда, но на улицах я практически не встречал мусора или грязи. Но я и не видел никого, кто бы это убирал. Надеюсь, эту чистоту поддерживают сами жители. В центре есть несколько улиц с велодорожками, но еще нет самокатов в аренд. Ставлю высшую оценку общественному транспорту. Я много пользовался городскими автобусами. Ходят по расписанию, можно уплатить карты и опять же в салонах было идеально чисто. А еще Сахалин у меня ассоциируется с хорошей японской кухней. Не могу не сказать про несколько лично посещенных мест, в которых без пафоса можно идеально перекусить. Нихон Митай, Фурусата и Ишимура. В самом начале видео я говорил про большой чемодан, который нужен для деликатесов, который можно взять с собой. В городе два основных рынка – техник и успех. Перед вылетом я зашел на второй, он находится в центре города. Внутри – все дары Сахалина. Икра, крабы всех размеров и форм, рыбные консервы, всевозможные моллюски, водоросли, палтус, чавыча, нерка, горбуша в любом виде. Свежая, копченая, слабосоленая. Я даже не могу перечислить весь список только красной рыбы. Свежайшие гребешки и трубач приличных размеров. И главное, что все буквально вчера из моря. Еще везде в продаже сироп Клоповки в различных формах. Очень популярный напиток среди сахалинцев. Все товары могут специально упаковать, чтобы они без происшествий долетели в багаже. Ну, пора лететь обратно в Москву. В аэропорт поехал на такси. Преимущественно машины с правым рулем. Регистрацию проходили и специальные пассажиры. Представитель авиакомпании пытался сделать хорошую фотографию перед полетом. Но модель была явно не в настроении. Вдруг раздался странный звук по громкоговорителям. Всех пассажиров выгнали из аэровокзала, но причин никаких не объясняли пока. Воздух подлилось несколько военных вертолетов. Из терминала продолжали выходить все пассажиры, даже те, которые прошли уже основной контроль безопасности. А также сотрудники всех сервисов и бизнесов. Я пошел прогуляться по территории аэропорта, увидел такое смешное кафе-гостиницу. Есть и спать. Коротко и понятно. Чуть в стороне стояла старая автобусная остановка. Она все-таки имеет свой шарм. Ну, согласитесь. На площади сварщики заваривали забор железными листами. Чтобы точно никто ничего не увидел. Но почему у нас постоянно ставят какие-то заграждения? Ну, что с нами не так? На улицу даже вышел весь экипаж моего рейса. Интересно, их попросили выйти уже из самолета или они где-то были в терминале? Сказали, что был звонок с угрозой. Сотрудникам потребуется минут 20-30, чтобы проверить здание терминала, а рейс задержится минимум на час. Справа от нынешнего терминала находится здание нового комплекса. Издалека выглядит, что все почти готово к открытию. Но если присмотреться поближе, то становится понятно, что состояние печальное и до запуска еще далеко. Известный Сахалинский долгострой. Спустя минут 20 всех пассажиров начали пускать обратно, но через проход контроля по-новому. Конечно же образовалась большая очередь. Стоив в ней, я увидел табличку с временем работы аэропорта. Оказывается, он не круглосуточный. Внутри очень мало места, но уютно. 8 стоек регистрации, все работали. Шла регистрация на два рейса. В Хабаровск, авиакомпании Аврора, и Москву, авиакомпании Россия. Большой 777 и маленький А319. На втором этаже был медпункт, из которого выходил экипаж моего рейса. Они проходили обязательный приполетный контроль. В зоне контроля безопасности почему-то на английском языке висели плакаты с визуализацией запрещенных к провозу предметов. Контроль шел быстро и любезно. Сотрудники со всеми здоровались и максимально пытались сделать прохождение быстрым для каждого пассажира. Но смотрели строго. Мой рюкзак проверяли три раза. На первом этаже микроскопический зал ожидания перед выходом на посадку. Одно кафе, туалет и пара автоматов с напитками и закусками. Пассажиры бизнес-класса обслуживаются отдельно, в другом зале, с другой стороны здания. Довольно быстро пригласили на посадку, опять через автобус. В Москву лечу на стареньком Боинге 777-300 без приставки ER. Год выпуска 1998. Бортовой номер RA-73279. Носит имя города Сочи. Отличие, которое сразу же бросается в глаза. Размер двигателя меньше. На эту модификацию самолета ставится двигатель компании Rolls-Royce. Второе различие – дальность полета. Она на 20% ниже, чем у ER. Ну и третье различие – размах крыла у этой модели меньше. Сотрудник перона занимался какими-то странными действиями. Может быть это самолетная йога? Ну или кого-то удаленно контролировал. Этот самолет был новым поставлен в сингапурские авиалинии. Потом летал в трансаэро и вот теперь в России. От сингапурцев осталась роскошная компоновка салона экономического класса. Три проход, три проход, три кресла. На одно кресло меньше, чем у других. Здесь все отлично и с шагом кресел. Ногу на ногу закинуть легко и есть удобная подставка для ног. Смущало только одно – количество грудных или маленьких детей вокруг. Это минусы первых рядов самолетов. Что часто на них самый громкий детский плач. Я уже понимал, что я попал. За окном по трапу поднимались последние пассажиры. Я заметил еле стоящего на ногах мужчину. Так и получилось. Он даже не смог подняться по трапу прямо. Его остановили около входа в самолет. Он явно начал вести себя не самым лучшим образом, вышел капитан для оценки ситуации и явно сказал «нет, мы с ним не полетим». Он не хотел уходить и спорил с полицейскими. В итоге его с настойчивостью проводили из самолета. А вот и персональные отдувы для каждого пассажира. Скорее всего, наследие сингапурских авиалиний. Это является опцией и ставить или нет выбирает авиакомпании. Минут 15 прождали, пока снимут багаж, снятого с рейса пассажира. Уходят с полицией в здание аэровокзала. Отгоняют трап, уходят агенты аэропорта. Отлично, задержка на сейчас всего минут 40. Нагоним. Здесь началось непонятное. Сотрудник начал фотографировать наш самолет. Зачем? Для подтверждения, что закрыта дверь. Вот пришел еще один и тоже сделал фото. На стоянке вертолетов занимались каким-то ремонтом борта санавиации. Через 10 минут ожидания я увидел, что терминала к нам быстрым шагом идет девушка. Ой, не к добру, подумал я. Вышел на связь капитан, сказал, что одному из пассажиров стало плохо и мы ждем врача. Зашли представители, потом врач, но минут через 10 все вышли. Пассажир остался в самолете. И опять начали процедуру подготовки к вылету. Я не снял, но сотрудник перрона сделал еще одну фотографию. На полосе появился мабардир Dash 8400 авиакомпании «Аврора», который прилетел с севера Сахалина города Аха. Нас вытолкали на точку запуска. Все-таки Роллс-Ройс тоже не маленького размера двигатель, но звучит по-другому. На полосе приземлился еще один самолет «Малыш Твинотер», который прилетел рейсом авиакомпании «Аврора» из Александров-Сахалинского. Роллс-Ройс Роллс-Ройс «Аврора» сделали правый поворот и взяли курс на материк. Через час разнесли первый рацион питания. Я не заказывал какое-то специальное. На выбор был рис с рыбой или говядина с гречкой. Я взял рыбу. Это был, кажется, ментай в брикетах. На вкус стандартная самолетная. Еще пару булочек, масло и десерт. Я прошелся по всем салонам, чтобы посмотреть, как с комфортом у них. Потому что подозревал, что первые рейты относились у предыдущих эксплуатантов самолета к какому-нибудь премиальному экономическому классу. Но нет, все кресла были плюс-минус одинаковыми. Конфигурация 3.3.3, конечно, комфортна. В мире осталось немного авиакомпаний, которые не переконфигурировали салоны своих 777 на 10 кресел в ряд. Если расписание стоит 777-300, смело берите билет на этот рейс. Второй рацион питания принесли за 2 часа до посадки. Горячий пирожок с рисом. Плюс предлагали прохладительные напитки, чай и кофе. На исходе полета система перестала работать окончательно. Стали видны совершенно другие ландшафты и другие облака. Никаких гор и уже никакого снега. Можно было разглядеть еле заметные очаги весенней зелени. На посадку мы пошли по живописной для пассажира схеме. Пролетая лесные массивы, дачные поселки и водные пространства, многочисленных водоемов, каналов и водохранилищ Подмосковья. Перед самой посадкой была сильная болтанка, самолет вводила из стороны в сторону по всем осям. С полосы мы срулили на Б3. Вдалеке буксировали три семерки аэрофлота, но я не смог никак рассмотреть его бортовой номер. В сторону третьей полосы все еще стоят в ряд грузовики авиакомпании Airbridge Cargo, а нас поставили около другого 777 аэрофлота. На перроне буксировали необычный Boeing 737. Оказалось, что это корпоративный самолет, прилетел из Дубай, а летает в интересах компании Luke Oil. Нам подогнали сначала один трап для первой двери, я обрадовался, что будем выходить через бизнес-класс, а потом подогнали и второй трап. Кстати, в этом самолете есть не только бизнес-класс, но еще и четыре кресла формата первого класса, но обслуживание проходит по стандартам бизнеса. И это опять же, это эхо предыдущих эксплуатантов. У сингапурцев назывался первым и империалом у трансайров. Я никогда не летал в нем. В автобусе увидел еще один стоящий без двигателя и носового текателя Superjet, а за ним и сразу второй. В начале видео еще один Superjet стоял на рулежке, а у последнего еще и двери нет. Интересно, что с дверью-то случилось. Вдалеке у терминала С стоял дримлайнер катарцев. Они сейчас летают в Москву или на трех семерках, или на дримлайнерах. Попался А320 Аэрофото с бортовым 73753, который покрашен в ретро цвета авиакомпании и носит имя Добролет. Багажная лента была номер 6, которая самая дальняя, но когда я подошел, багаж уже начали выдавать. На этом поездка на удивительный Сахалин закончилась. Большое спасибо, что вы посмотрели это долгое видео. Мой канал – это хобби, и я очень рад, что вам нравится смотреть мои видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok